Россия, даешь честные выборы! Даешь честные выборы! Это главный лозунг митингующих. И в единой колонне, которая прошла от стадиона Динамо до площади революции, большинство оппозиционных сил. Справедливая Россия и коммунисты, яблоко и движение вместе. Разноцветные флаги над толпой, полощут ледяной февральский ветер. Греют разве что многослойные шарфы, да обязательные в такой мороз валенки. Все честные, порядочные люди должны были сюда прийти. Я очень завидую москвичам, потому что там митинг более массовый и более организованный. Но, несмотря на мороз, я сюда пришла, потому что по зову сердца. В толпе, по официальным данным полиции, чуть более сотни человек. Трибуна импровизированная, открытый грузовик с установленными микрофонами. Организаторы сразу заявляют, из-за мороза время проведения митинга сокращено. Поэтому выступления короткие, а лозунги лаконичные и не новые. Я, скажем так, довольно скептически отношусь к действующей власти. Это раз. Довольно скептически отношусь к итогам выборов 4 декабря. И очень скептически смотрю на грядущие выборы, потому что их, к сожалению, нельзя назвать свободами, как мне кажется. Но ни для кого не секрет, как у нас проводятся выборы, как снимают кандидатов. Их регистрируют, какие фальсификации. Это все вывешено в интернете, это все открыто и публично. Мы с этим не согласны. Также всех присутствующих приглашали стать независимыми наблюдателями на президентских выборах 4 марта. Желающие уже есть. В Вологодском списке более 50 человек. В основном люди от 25 и старше. Это более надежный общественный контроль на выборах. Независимые наблюдатели – это те, кто идут по зову сердца, по зову гражданского долга. Идут, чтобы проконтролировать выборы. Они никем не ангажированы. Они хотят сделать честнее выборы, сделать честнее политику и сделать честнее и справедливее нашу страну. Митинг продлился около двух часов, и все это время около площади дежурили сотрудники полиции. Впрочем, их вмешательство не понадобилось. Акция прошла спокойно и без эксцессов. Мария Помилова, Максим Дышковец. Новости Вологды.